Алена, а если брать внутрироссийскую повестку, какие актуальные вопросы обсуждали? Валерия, конечно, сейчас здесь в Петербурге все обсуждают детали крупной сделки, которую заключили всего несколько часов назад в стенах экспофорума. Группа ВТБ продала 100% акций компании ВТБ страхования лидеру страхования в России компании САГАЗ. Ее сборы за прошлый год составили более 158 миллиардов рублей. В результате объединения на рынке появится крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли. По оценкам специалистов, доля компании в одном только добровольном медицинском страховании может составить больше 40%. Уникальность сделки заключается в том, что у нашей компании разные портфели. Если посмотреть на состав портфелей, то мы взаимно друг друга дополняем. Потому что то, что сегодня имеет ВТБ страхование в рознице, мы не сопоставимы совершенно по объему. А по каким-то рене бизнеса наоборот. Поэтому клиент получает возможность полной страховой защиты на лучших условиях. Особое внимание сегодня, конечно, уделят российским регионам. Несколько часов назад был опубликован национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах страны. По сути, это оценка усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. С 6-го места в прошлом году на первое в 2018-м вышла Тюменская область. В тройке лидеров также Москва и Татарстан замыкают пятерку Санкт-Петербург и Тульская область. Мы сократили количество подключений к электрическим сетям. Сейчас это рекордная цифра 82 дня. Сократили в треть подключения газораспределительным сетям. Было 350 дней, сейчас это 135 дней. Нашли форму поддержки малому среднему бизнесу, так называемое, малому среднему предпринимательству, так называемое доращивание потенциальных поставщиков. За последний год, 2017 год, у нас объем инвестиций, это самый рекордный объем инвестиций. Он составляет 9,7%, а за последний квартал это 36,8%. И, конечно же, мы все делаем для того, чтобы инвесторы к нам шли. Если раньше весь прирост рейтинга приходился на лидеров, то есть и за пределами двадцатки сегодня происходят серьезные изменения. А иначе никак. Ведь только, чтобы сохранить свою позицию, нужно улучшить 7 показателей. Их в рейтинге 44. А чтобы вырасти, надо было прибавить 20. В прошлом году такую динамику у нас показывали только первые. В этом разница между регионами минимальна. Это как в спорте. Порой лидеров от остальных участников гонки отделяют доли секунды. Произошла резкая активизация работы региональных команд. Действительно, у нас из 85 субъектов Российской Федерации только по 7 бизнес отметил ухудшение ситуации. По остальным, более чем 70 регионам, везде приращение, все в плюсе. Поэтому, когда регион проваливается с какого-то места вниз, это не потому, что там хуже бизнес климат стал. Это потому, что соседи достигли больших успехов. Сегодня в кулуарах экспо-форума речь шла и о пенсионной реформе в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что некоторые изменения могут быть приняты уже в следующем году. Ключевое же событие экономического форума – пленарное заседание с участием Владимира Путина. Красной нитью в речи президента пройдет мысль о необходимости повышения уровня доверия в мире. Речь будет идти о важности взаимных инвестиций и об обмене передовыми технологиями. В заседании примут участие около 4 тысяч человек. Среди них премьер-министр Японии Синзе Аба, зампред КНР Ван Цишань, директор Международного валютного фонда Кристин Лагард и французский президент Эммануэль Макрон. По программе у российского президента также встреча с руководителями иностранных компаний и представителями международных информагентств. В этом году на форум аккредитовались почти 4 тысячи журналистов со всего мира. И это на треть больше, чем в прошлом году. Валерия. Алена Германова работает на Международном экономическом форуме.